И вот ради этих серебряников они предали свою родину. Вы именно эти люди, хоть вы и пытаетесь сказать, что вы там спокойно живете в республике, да вы в туалет без охраны не можете пойти. Вот оно, ваше спокойствие. И вы никогда не сможете. Это вот постоянный ваш режим, теперь у вас нет другой жизни. Томсо, вы ошиблись, когда комментировали слова Путина, а Хангашвили, сказав, что он убил 100 человек у себя на родине. На самом деле, Путин имел в виду нападение на Назрань в 2004 году. Ну, на самом деле, мы не знаем, что имел в виду Путин. Давай, все-таки, ты лично вряд ли у него это спрашивал, и вряд ли он пояснял эти свои слова. Поэтому мы можем только предполагать, что он имел в виду. Но даже если так, а что, когда на тебя нападают, и ты в ответ нападаешь на врага, в том числе и на его территории, это неоправданные действия? Тогда давайте осудим Советский Союз, который вошел на территорию нацистской Германии. Надо было просто вывезти ее со своей территории, воевать только на своей, а не направляться на Берлин. Вы, пожалуйста, абсурдные вещи не говорите, дорогие друзья. Хангашвили — это лучший из лучших, да помилует его Всевышний Аллах. Каждый шаг, который он делал в этой борьбе, каждый этот шаг, мы за каждый из этих шагов его уважаем. Пусть Аллах будет им доволен. Когда вы говорите «враги», вы народ имеете в виду, во множественном числе говорите. Мы имеем в виду страну, мы имеем в виду вооруженные силы, политическую элиту, полицию и всевозможные органы и государственные власти этой страны. Вы, дорогие друзья, имейте в виду, что именно такие обороты речи применяются тогда, когда две страны, два государства друг с другом воюют. Когда вы воевали с французами, вы тоже говорили «враги», «французы». Вы не говорили, что это не в простом разговоре, вы не обозначали, что это конкретно. Вот мы с армией воюем, а у них там есть хорошие люди, к ним у нас нет претензий. Это все и так понимают, что к нормальным, хорошим людям никаких претензий быть не может. Однако, когда мы говорим о войне, о вражестве, мы говорим обобщенно. И речь здесь идет о стране, о государстве. И уточнять эти моменты постоянно не нужно. Это само собой разумеющиеся вещи. Вы с немцами, когда воевали, вы говорили «немцы». Вы же не отвечали там конкретно нацистов от кого-то, не говорили «вот эти вот ребята нормальные, а вот эти вот такие». Да, и вы и тогда знали, что там есть нормальные ребята, а те, кто недовольны этим, они там были. Но при этом в разговоре всегда упоминалась страна, обобщенно говорили «немцы». Так же и у нас говорят. Хотя я пытаюсь, чтобы русские люди не думали, что там в целом какой-то националистический контекст есть в этом вопросе. Я пытаюсь не говорить «русские». Но даже когда мы говорим «русские», имеется в виду не народность, а имеется в виду «россияне», «Россия», «их армия». У нас в чеченском языке вообще нет слова «россияне». Есть только «русские», как и во многих других. Как и в английском, например, тоже нет слова «россияне». Есть «русские», слово «Раша». Поэтому, но когда мы говорим так, это не значит, что мы имеем в виду именно «русских людей». А вот там другие народы России, мы оттуда как-то отделяем. Скажем, хантов, мансов. Я всегда раньше начинал с татаров, башкиров. Мне недавно сказали, что почему ты упоминаешь именно татаров, башкиров. У тебя неприязнь. Поэтому я сейчас начну с хантов и мансов, алтайцев, якутов. Они все являются россиянами. Они тоже служат в российской армии. И те, кто служат в этой армии, те, кто пришли к нам с войной, они все наши враги. Мы не выделяем здесь конкретный народ. Но обобщенно, когда мы говорим, мы можем сказать, допустим, русские. И это не нужно воспринимать как обозначение именно конкретного народа в России. Но как же иначе? Твое предательство должно как-то оплачиваться. Как Путин сам говорил про эти серебряники, помните? Рассуждая о предателях, он говорил, они никогда не будут жить спокойно. Они всегда будут скрываться, всегда будут чувствовать какую-то опасность. Таков удел предателей. И вот ради этих серебряников они предали свою родину. Вы именно эти люди, хоть вы и пытаетесь сказать, что вы там спокойно живете в республике, да вы в туалет без охраны не можете пойти. Вот оно, ваше спокойствие. И вы никогда не сможете. Это вот постоянный ваш режим. Теперь у вас нет другой жизни. Вы всегда будете опасаться за свою шкуру. У меня, вот моя, допустим, в разговоре с Иудовым, он упрекнул меня тем, что якобы, когда я сказал, ты будешь дарить цветы жене Катырова, матери Катырова, сейчас пойдешь, станешь букетом. Он сказал, а ты будешь в этих четырех стенках сидеть, боясь оттуда выйти. У меня действительно есть определенные ограничения по безопасности. Да, я, конечно же, я понимаю, что вы очень влиятельные у меня враги, вы обладаете возможностями, и вы пытаетесь меня убить, поэтому я, конечно же, должен беспокоиться о своей безопасности и во многом себя ограничивать. Ты в этом прав. Конечно, хоть ты преувеличил, сказал, что я там должен сидеть где-то, но ограничения определенные у меня имеются. И в этом вопросе и с властью в этой стране, в Швеции, тоже все нормально налажено. Но вот эта вот моя жизнь, она станет обычной ровно в тот момент, когда с вами будет покончено. Все, больше у меня никаких проблем нет. То есть моя единственная проблема – это вы. Вы, как только вас не стало, вот этот ваш режим пал, я сейчас не говорю о вашей смерти, а я говорю о режиме. Вот Путин, путинский режим, его не стало, и все. Мои все ограничения, они ушли. А у вас не так. До конца своих жалких, ничтожных дней вы будете жить вот в такой опасности, потому что на вас кровь, на вас чеченская кровь, кровь мусульман. Вам это не оставят, вам будут мстить. Независимо от того, изменится режим, не изменится, умру я, останусь я жив, постарею. Что бы ни случилось со мной или с режимом, у вас нет другой судьбы. Те люди, чьи судьбы вы погубили, те, кого вы продали, те, чья кровь на вас, на ваших руках, эти люди вам не дадут спокойно ходить в туалет. Вы не будете. Вы постоянно, идя в туалет, будете думать о своей жалкой шкуре, чтобы там, в этом сортире, как говорил Путин, что бы вас не замочили, что бы вас не настигли. Поэтому это ваша участь, очень незавидная. Томсо, если вдруг вселят твою душу в тело Кадырова, какие будут твои первые шаги? Тэр, пожалуйста, не задавай мне такие абсурдные вопросы. Томсо, скоро YouTube могут заблокировать в России из-за того, что YouTube в Германии заблокировала Russia Today. Что знаешь об этом? Смотрел я эту тему по поводу блокировки двух каналов Russia Today на немецком языке. обещающие, как я понял, то ли у них офисы находятся на территории Германии. В общем, самое интересное в этой ситуации то, что претензии у России не к Google. Они предъявляют претензии к Германии. Хотя это Google принимал решение о блокировке и ни одна страна не может заблокировать что-то гугловское. То есть они должны, они, конечно, могут, как россияне, например, как российские власти что-то там вынеси какое-то решение отправить его в Google и уже Google будет принимать решение блокировать на территории этой страны или нет или в целом вообще. Но блокировку сама проводит не государство а администрация Гугла. Но Россия как-то решила оторваться не на Гугле а на Германии. И они открыто говорят обвиняют в этом именно немецкие власти. Немецкие власти уже прокомментировали также сказали что мы вообще никакого отношения к этому не имеем. Ни косвенного никакого другого ни тайного ни явного. Но эти все равно не успокаиваются. Там звучат какие-то призывы заблокировать Deutsche Welle на территории России выслать всех немецких журналистов что только там не говорят. Хотя Германия вообще ни при чем. Все вопросы должны быть к Гуглу. Мартан Флор. Продолжение следует...